Да-да, крайний обзор на автомобиль был всего лишь месяц назад, 8 сентября. Поэтому сейчас я еду в автосалон, а точнее уже подъезжаю, и беру Toyota Z4. Ой, какая Z4? Ну, эти шутки опять начинаются, да, типа Toyota Supra A90 кузове, та же самая BMW Z4. Ну, по факту-то так, салон тот же самый, двигатель и запасные части автомобиля, даже, ну, тот же самый Supra, если ты заказываешь, там, когда запчасть приезжает, там написано BMW Toyota или просто BMW, я не помню уже точно. А на данный момент мы уже подъезжаем, подъехали к автосалону, и деньги я не снял, поэтому сейчас буду колебаться через терминал, снимать бабосики и вернусь. Ну, в принципе, всё, бабосики на руках, сразу же я взял с запасом на тюнинг, заранее сразу же в тюнинг поедем, на учёт ставить не буду, оставлю на рамке, и, скорее всего, буду ставить стейджа фулл скорость, потому что, во-первых, любят на рынке фулл скорость почему-то, хотя фулл скорость не всегда и хорошо, да, рулёжка тоже играет роль немаловажную. И всё-таки, заведомо потестив стейджа, скорее всего, ну, как бы, фулл скорость – это такое себе, поэтому BSBS либо BSSB лучше ставить на это. на… ну, именно по стейджам я имею в виду так, это Supra 80-ка, давайте вот так отфильтруем, и вот 90-тик у нас появляется. По цвету я так и не решил, цвет автомобиля, блин, вообще без понятия, что на него можно поставить, какой цвет. Спектр большой, наверное, я не знаю, яркий какой-нибудь красный, либо жёлтый, ну, жёлтый хер знает, зелёный, ну, типа фиг его знает. Вот рыжий такой, в принципе, тоже подходит. Пока, наверное, рыжий возьму вот такой, в тюнинге уже посмотрим. Приобретаем, 6100 улетает, и заранее тоже могу сказать, у них ценовая категория, по-моему, такая же, как у X5, но X5 всё-таки вырывается на секунду, по-моему, если не больше. Так, ну, тулим направо, чтобы до тюнинга доехать, по-моему, бэх какая. Я даже поначалу и забыл, то, что это моя бэха, по итогу. Выдвигаемся в тюнинг, здесь прямая, чтобы там на кольцо не заезжать и так далее. В принципе, автомобиль прикольный. Та же самая бэха, да, ну, в принципе, ничего такого я в этом не вижу, потому что те же самые Deo, там, Chevrolet, тот же самый Lanos, если посмотреть, то, ну, типа, у них база одинаковая, просто шеледики другие, так же, как сейчас с москвичом происходит. Вот этого хоть и не понимаю. И та же самая копейка, это тот же самый Fiat. Но почему-то этот момент никто не вспоминает, то, что наш отечественный автопром, это тоже взаимствованная база какая-то была. Поэтому к тюнингу мы уже практически подъехали. Сейчас посмотрим, что по цвету в итоге будем решать. Может быть, такой же и рыжий я ставлю. На обзор все-таки автомобиля интересный я не нашел из обновлений, пока у меня год на провинции не было. Все, что я бы хотел снять, пришлось все-таки на Supra накопить, посмотреть, как она будет себя вести на фулл-стейджах и под себя подтюнить. Но, заведомо, затестив стейджи, я что-то немного разочаровался, именно по скорости. Ну, хотя тоже автомобиль из нового карпака. Другие автомобили пока что не переделали хендлинг под более реальные, то есть более медленные характеристики. Поэтому, фиг его знает. Может быть, она и стоит своих денег. Так, ну, покраска, наверное, трогать не буду. Стейлинг по классике, наверное, рыжий. Не, рыжий, что-то на ней, по-моему, и не смотрится. Какой же можно на него салон? Наверное, вот такой, кстати, нормальный. Даже в корзину добавлю. Давай в корзину. Ну, как корзину, в палитру смысле сохраню. По тонеру, наверное, я не знаю, 70 в круг. И что по фарам? По фарам, не знаю. Иней или синий? Нет, синий точно нет. Ламповый точно тоже нет. Фу-фу-фу. Оранжевый тоже не вариант. Ну, иней, наверное, да. Иней-иней поставим. Так, колеса. Колеса вот это вот, я не знаю. Вроде сток тоже ништяк выглядит. Но, опять же, если сейчас колеса покупать, автомобиль я буду продавать, то смысл от этого, да? Мне кажется, очень даже вид имеет и на стоке. И посадочка вроде ништяк. Я даже трогать не буду. Цвет колес тоже трогать не стану. Портить этот момент. Поэтому подвеску тоже трогать не буду. Смысл от этого. Просто цеплять будет всякое разное. Поэтому... А что я вышел? Мне нужно стейдж поставить. Ну, понеслась, как говорится. Вазовый пошел. Встал. Скорость. Второй пакет устал. Третий. Бля, ебануться нахуй. И осталось у нас 4 миллиона. Ну и теперь рамки. Наверное, я поставлю TRD. Хоть это и GR-версия, да? Ну, фиг его знаю. Здесь же нет GR-версии. Наверное, поставлю TRD. Оно хоть как-то связано с Тойотой. Toyota Racing Development. Ну и все вроде. Больше ничего с Тойотой связанных вроде нет. Ставим TRD. Еще 205 косарей улетает. И вот такая вот суета получается. Теперь. На номерные рамки все это есть. Ага. На номерные рамки. А, ну все правильно. Сразу встали. Просто издалека я не сразу не заметил. Думал, типа, от основного остались рамки. Придется менять еще. Ну, ничего, ништяк. Все, в принципе. По внешке мы все сделали. Поэтому переходим к внешней составляющей, наверное, да? Смотрим на качество модельки. Опа, мне сразу же вынесло. Тейпс. Тейпс. Дэнджон. Тейпс. 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 Отлично, у меня солнце вот прям в тайминге вышло, подъезжаем в школе или садику, повыпендриваться, может быть это техникум какой-нибудь, или ПТУ, автомобиль, где моя Супра, Супра, она закрыта, все ништяк, что у нас по внешке? Фары довольно-таки детализированные, решетки все тоже детализированные, да в принципе здесь, ну внешка не такая и нагруженная, да, но такая дерзкая, не знаю, она как-то и улыбается что ли, фары прикольные, кстати, эти решетки, типа жабры наверное на капоте, да, вид имеет, здесь даже смотреть особо нечего, потому что она такая минималистичная, кстати надо посмотреть повторители есть на зеркалах бокового зрения или нет, видение зрения. Что у нас по задней оптике? Надо включить, кстати, аварийку, нет, салон я шикарно походу подобрал, а как аварийку включать? Во, работает шикарно, ну как, она будет работать, естественно, ты что, придурок что ли? Это здесь, в принципе я говорю про саму текстуру, много где она применяется, вид имеет, так, ручник снимаем, ага, в бампере у нас в диффузор встроены, ну диоды или что там, я не знаю, LED-ы какие-нибудь, То есть задний ход здесь отображается именно на заднем бампере через вот эти лампы У той же самой 488 GTB, по-моему, Ferrari, там стоп находится, если не ошибаюсь Здесь же это сделано через задний ход, ну как в реальности, я и даже не смотрел, ну как это в принципе на реальность супре реализовано в весе GR, комплектации GR Все выхлопные трубы, ну в принципе есть, ничего такого в них сверхъестественного нет, никаких там надписей и так далее Такие же угловатые, ну то есть низкополигональные, как и лючок бензобака Шильдики все на уровне, детализированные, так скажем Открываем багажник, багажник маленький, но проработанный Правда, я не знаю, должно ли так выглядеть, что из салона ты видишь багажник Может быть там какая-нибудь стенка должна быть, но если она так сделана, то есть там так проработана модель, что не скажешь, что там что-то забыли Походу в реальности оно также и реализовано Динамики видим там Ну и в принципе все, все проработано, все материалы есть Что у нас под капотом? Под капотом у нас, по-моему, BMW двигатель, если не ошибаюсь То есть я информацию не смотрел, вообще не интересовался, что да как Но здесь в принципе можно сказать только про детализацию И на провинции смысла нет в целом говорить про какие-то характеристики из реальной жизни Потому что все-таки игра Здесь кому интересно информация и характеристики из реальной жизни на автомобиле, который в игре вообще никак не сказывается И ты никак это не сможешь реализовать, там еще что-то сделать Ну короче, я думаю, вы поняли Капотик закрываем, багажник закрываем Садимся в автосалон Какой автосалон? Салон супер, ебт Так И, наверное, все-таки скинчик снимаем Потому что у нас, ну понятно, короче, настраивать надо этот вид от первого лица Вот так делаем Вот так, вот так, вот так делаем Вот так делаем Тахометр работает, отлично Скоростя при переключении скоростей Тахометр сбрасывается Аварийка работает Поворотники также отдельно работают Все отлично, но, правда, скорость не показывает Он слева типа ЖК дисплея показывает Окей Ну, по качеству именно Текстур и так далее Вы сейчас, наверное, в пролетке уже видели Ну, детализация на уровне Вообще никаких претензий нет Колоночки, дефлектора, кнопочки Ну, вообще, ну Это просто ляля А теперь, наверное, переносимся к тестам с Тайджей Потому что внешку мы посмотрели Ну, и автосалон Какой автосалон? Салон Обычный салон Посмотрели И, в принципе, все Двигаемся на тесты с Тайджей Ну, и еще забыл сказать Если ты каким-то чудом попал на мой ролик с другого проекта И думаешь, может быть, на провинцию перейти Нажимай на кнопочку М Заходи в рефериальную систему Вводи промокод Кашалот Как это написано у меня вот справа И после ввода промокода По достижению тобой третьего уровня Ты получишь скидку 20% на покупку квартиры Или 25% на покупку первого автомобиля Стоимостью до 700 тысяч рублей Подключайся Я тебя жду на моем четвертом сервере В общем, я приехал на место подсъемов И посмотрел в интернете Ну, фотки именно этого кузова Тойоты В общем, не суть Цвета бывают разные Черные, ярко-желтые Ярко-красные Синие Там глубоко какие-то Светло-синие Темно-синие В какой его красить? Не знаю Наверное, все-таки в этом цвете пока оставлю Дальше посмотрим И хочу, наверное, погоню на ней устроить Все-таки посмотреть, что она может И все-таки погонями я не занимался года полтора-два Если не больше Все-таки хочется посмотреть, на что я сейчас способен в погонях Ну и, в принципе, как-то развлечься, что ли, я не знаю Ну и все Переходим к пролеткам Вот как-то так В принципе, получается Ну и хотел еще сказать Почему я не поставил, наверное, колеса Какие-то замененные Ну, не потому что Почему не поставил А как один из аргументов Потому что, во-первых, они смотрятся Во-вторых, когда замененки ставишь У тебя зацепит немного Да, хуже становится Объяснять я На видос, наверное, не стану Историю, как это я тестил Но на стримах я неоднократно на эту тему уже высказывался Потому что, если тебе на замененках, допустим, на каком-то стыке карты подкинет И обратно приземлится, допустим, задняя ось Да, если подкинул заднюю ось Она приземляется Ее начинает носить, как, я не знаю, по маслу, что ли Если ты на стоковых колесах едешь Не на замененках То ее не так сильно носят Либо ее вообще не носят То есть, в зависимости от ситуации То есть, поэтому зацеп на стоковых дисках лучше Если кто-то возражать будет Я с ним спорить даже не буду Я могу просто ему дать затестить свою, допустим Ну, я это тестил на своей G12 B7 То есть, может он прокатиться на одной из локаций карты Я даже могу подсказать, где это На стоковых колесах моей G12 И на замененках Замененки я могу поставить свой набор, даже использовать без проблем Если кто-то хочет что-то мне доказать А тебе, родное, спасибо за твой просмотр Ставь лайк, пиши комментарий Подписывайся на канал, если я это еще не сделал Если ты ей это сделал То спасибо тебе за поддержку Меня и в целом моего творчества А также жду тебя на стримах Они на время марафона на данный момент проходят Каждый день Проходим задания Общаемся Ну и, в принципе, все Спасибо за твой просмотр еще раз Тебе удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok